И сейчас мы предлагаем вам посмотреть сюжет об известном петербургском художнике Фофе Рибериавелло из Мадагаскара. Кристоф Рибериавелло художественный Петербург знает больше 20 лет. Когда-то Фофа, так называют его друзья и близкие, приехал из Мадагаскара в Советский Союз всего на 5 лет, а остался уже на 27. У меня был строгий план в институте. Я была самоучка и очень слабая подготовка у меня. И там мне дали как бы срок, если за год не достигаю уровень ребят, меня бы как бы отсюда, не знаю, куда-нибудь направляли, какой-нибудь другого вуза. Опосяни Фофу не оправдались. Он закончил Мухинское училище в 1991 году и отправился обратно в Мадагаскар. Нужно было отработать стипендию, выданную государством на обучение в Ленинграде. Отработав, вернулся к жене и ребенку. Правда, это была уже другая страна – Россия. Я получил хорошее образование. В России, если возможно, как бы для художников воят, творит, потому что все великих творцов, ну, проходили здесь. Для Фофы Россия стала не просто второй родиной. Здесь у него дом, семья, работа. По национальности он малогасеец, а в душе стал абсолютно русским. Думаю, что я россиян, потому что не то, что как бы жена у меня русская. За эти годы, конечно, все приобрел у русских лучших качеств. Работая за пределами родной страны, Кристоф в своих картинах изображает современный миф о Мадагаскаре. Его эпос иллюстрирует на своих полотнах народную музыку малогасийцев. Правда, в последнее время в его творчестве серьезные перемены. В иконописи он стал находить истинную красоту и радость. Икона – это медитация. Поэтому, когда рисуюсь иконой, ну, что-то светлое у себя внутри. Есть там покой, есть там правда жизни, есть любовь. Поэтому я всегда, когда рисую, это особое духовное состояние. Коллеги упрекают художника, что он до сих пор на своих полотнах не изобразил любимый город. У Фофы для недовольных есть ответ. Нужно подождать времени, наверное, потому что она мне внутри. И, ну, как наступит срок, как беременность там, Петербург увидит, Петербург в глазах Фофы. Мы очень хотели прогуляться с Кристофом по его любимым местам в городе, но планы изменила погода. И за минус 18 съемки в Таврическом саду отменились. Причем не по вине героя. Холдой испугалась наша съемочная группа, состоящая из коренных петербуржцев. Это была программа «Любимый город». Спасибо, что были с нами.